Альметьевск Осторожно, клещи! Как уберечь себя от опасных насекомых? В первую очередь, это проведение инвестиционных мероприятий на объектах, помещениях, зданиях, сооружениях и прилегающих к ним территориях. Самое яркое событие в жизни студентов. На гала-концерт студенческой весны собрались талантливые парни и девушки. Большинство самых интересных моментов в номере это все приходит, ну, когда практикуешься, практикуешься, так, у вас что-то новое появляется, и это весь. В «Золотой ключ» в Альметьевске состоялась презентация книги, посвященной главному козы Татарстана. Я думаю, что она будет поучительна в том числе или в первую очередь для нашей молодежи. Начинается сезон выездов на природу и работы на садово-огородных участках, а вместе с этим увеличивается опасность заражения мышиной лихорадкой и клещевым энцефалитом. Как обезопасить себя от неприятных болезней и какой должна быть профилактика, журналисты узнали на пресс-конференции в Управлении здравоохранения. Выезды на шашлыки, рыбалка, работа на дачном участке. Началась пора, когда большую часть времени люди стараются проводить на природе. Поэтому риск поймать клеща или заразиться мышиной лихорадкой значительно возрастает. Хотя первое заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в этом году было зафиксировано в феврале месяце. Начало заболевания мышиной лихорадкой похоже на обычную простуду. Повышается температура, появляется головная боль, пропадает аппетит, общая слабость, иногда рвота и тошнота. Специалисты предупреждают, что с такими симптомами нужно сразу обращаться к врачу. С начала этого сезона геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Альмитском районе зарегистрировано 14 случаев. Это значит, что эти случаи подтверждены лабораторными исследованиями. После зимы необходимо помнить, что постройки, которые долго никто не посещает, как правило заселяются грызунами. Первым делом необходимо проветрить помещение. Затем обязательно провести тщательную влажную уборку с добавлением дезинфицирующих средств, а при их отсутствии теплым мыльным раствором. В первую очередь это проведение дуракционных мероприятий на объектах, помещениях, зданиях, сооружениях и прилегающих к ним территориях. Второе это соблюдение правил личной и общественной профилактики. И третье это работы, которые направлены на поддержание должного санитарно-технического состояния тех же самых объектов, помещений, территорий. А вот лучшая защита от клещей – плотная одежда и репеллент. Клещи находятся в основном на нижних ветках деревьев, на кустарниках и траве. При приближении человека они могут попасть на одежду, а потом добраться до открытых участков кожи. Ежегодно первые случаи укуса клещами регистрировались в период 13-15 апреля, но в нынешнем году это произошло значительно раньше. 19 февраля были зафиксированы первые два случая, еще один – 11 марта. При выезде на природу необходимо взять с собой головной убор, собрать волосы, ноги тоже должны быть полностью закрыты. Вернувшись домой, нужно обязательно осмотреть все тело. Клещи выбирают такие места, где кожа наиболее нежная и тонкая. Можно удалить клеща самостоятельно или обратиться в поликлинику. Алена Минкина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Студенческая весна – главный ежегодный творческий конкурс молодежи. В Альметьевске в этом году он впервые вышел за городские рамки. На Гала-концерт «Нефтяную столицу» приехали команды вузов и СУЗов со всего Юго-Востока. Они вышли победителями на своих отборочных этапах, а здесь собрались уже на главное студенческое событие весны. Подробнее о материале Алсу Гатаулиной. В студенческие годы должны запомниться не только упорной учебой, зачетами и экзаменами. Они должны остаться в памяти и активной творческой, спортивной и общественной жизнью. Вот студенческая весна, пожалуй, самое яркое событие в жизни студентов. Именно здесь они раскрывают свои таланты и умение работать в команде. От выступлений каждого зависит успех сборной родного вуза. От того, как я выступлю, в какой-то степени, возможно, надо зависеть имидж нашего института, в конце концов, ведущего с города, и опозорить его я просто не имею права. Поэтому груст ответственности большой, конечно. Студенты КНИТУ КАИ каждый год на студвесне выдают что-нибудь оригинальное. Вот и на этот раз они разыграли ситуацию в метро. Было забавно наблюдать, как выглядят пассажиры со стороны. Музыка Самых интересных моментов в номере это все приходит, ну, когда практикуешься, практикуешься, так, бас, что-то новое появляется, и это весело. Татарские песни, восточные танцы, флешмобы. Разнообразие жанров еще раз доказывает высокий потенциал нашей молодежи. На галоконцерте «Студенческая весна-2016» Юго-Восток и Республики Татарстан наградили финалистов по четырем номинациям – вокал, хореография, оригинальный жанр и «Минута славы». В командном зачете по количеству призовых мест в номинациях были определены призеры конкурса. Третье место заняла сборная Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа. Вторыми стали студенты из Альмитинского музыкального колледжа. Титул победителя завоевала команда КНИТУКАИ, а гран-при получила команда Альмитинского политехнического техникума. Студенты соревнуются не только в творчестве, но и в науке. Сегодня в Альмитинске прошел отборочный этап Лиги по нефтегазовому делу Международного инженерного чемпионата КЭЙСИН. Это единственный в России федеральный КЭЙС-чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В отборочном этапе на базе нефтяного института выступало 8 команд. По итогам отбора победителями стала команда под названием Black Gold Union. Именно она отправится 30 мая в Москву бороться с другими победителями отборочных туров за звание лучших инженерных студенческих команд. Инженерный чемпионат КЭЙСИН состоит из 77 отборочных этапов, которые проходят на площадках 37 вузов участников проекта. Конкурс охватывает более чем 30 регионов России, а также Казахстан и Монголию. Суть чемпионата в том, что команда студентов и аспирантов предлагает решение инженерных кейсов по пяти направлениям. Электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, нефтегазовое дело. Презентация книги «Золотой ключ» известной писательницы Гульсиной Галимулиной прошла в Альмитиске. Она посвящена жизни и деятельности главного КАЗы Республики Татарстан Джалиля Хазрата Фазлыева. На презентации присутствовал сам главный герой книги – Джалиль Хазрат Фазлыев. Мероприятие было организовано Альмитисским Мухтасибатом. Подробнее в материале нашего корреспондента. Предыдущие книги Гульсины Галимулиной повествовали в основном о женщинах. Но однажды ей посоветовали отойти от традиций и создать образ мужчины с интересной биографией. Первым о ком она подумала в ту же минуту был главный КАЗы Республики Джалиль Хазрат Фазлыев. Тем более, что она знала его не только как Казыя, но и как друга. Этот образ же, Джалиль Хазрат, я сразу же позвонила ему, сказала, что задумала о нем написать книгу. Хазрат – справедливый и хороший человек. Он одобрил мое предложение. И я начала ознакомиться со всем его семейством. Работа над книгой началась в конце прошлого года. И вот спустя несколько месяцев она увидела свет. И уже набирает популярность среди татарстанских читателей. Джалиль Хазрат Фазлыев действительно тот человек, который заслуживает, чтобы о нем написали. Проповедническую деятельность он начал в 1990 году, когда его выбрали имамом в родном селе в Балтасинском районе. С 2006 года служит главным Казыем Татарстана. Джалиль Хазрат и сам автор более 50 книг. Теперь он сможет оценить художественные достоинства произведения о себе. Я думаю, что она будет поучительна в том числе или в первую очередь для нашей молодежи. И все, что делается с благословением, оно, как правило, имеет, наверное, десятикратный эффект. От имени исполнительного комитета Альмитевского района Джалилю Хазрату вручили благодарственное письмо за значительный вклад в духовное воспитание жителей и успехи в творческой проповеднической деятельности. В завершении Гульсина Галимулина поблагодарила всех присутствующих за оказанное внимание. Особенно она отметила почитателей ее таланта. Подарила памятные подарки всем, кто помог в издании книги «Золотой ключ». Эдуард Прокопьев, Алсуга Таулина, Альмитиск ТВ. Мы продолжаем нашу рубрику «На встречу победе». В ней съемки встреч с ветеранами Великой Отечественной, сделанные в разные годы. Это воспоминания из архива телекомпании «Бесценная история нашей страны и поколения», чей подвиг бессмертен. Мы картошку вечером чистили, на второй день в воде она полежала, резали, сушили и на фронт посылали. К системе ЕГАИС в Альмитисском районе подключились все хозяйствующие субъекты. На сегодняшний день, по данным Росалкогольрегулирования, только в 19 магазинах Альмитиска продажа алкогольной продукции осуществляется с помощью сканера двухмерных штрих-кодов на специальных и акцизных марках. Остальным 189 объектам по городу необходимо осуществить фиксацию розничной продажи алкоголя с помощью такой же функции в системе ЕГАИС. С 1 июля 2016 года будут все ресурсы для получения полной информации об обороте алкоголя, включая количественные остатки в разделе каждого обособленного подразделения предприятия. Для розницы это значит, что будет обладать всей полнотой информации для сверки регламентированной отчетности с данными за фиксированную ЕГАИС. При необходимости вы можете проконсультироваться со специалистами Альмитисского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан по адресу улица Гафиатулина, 26, телефон 22-21-66 или 22-21-44. К происшествиям 6 апреля в 19 часов напротив дома номер 89 по улице Ленина автомобиль марки «Лада Калина» сбил девушку-пешехода. Совершив наезд, водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан сотрудниками полиции. В результате происшествия девушка была доставлена в медсанчасть с ушибом головного мозга и переломом левой височной кости, после чего госпитализирована в реанимационное отделение. К новостям спорта. Борьба за Кубок Братины вступила в завершающую стадию. Накануне альмитисский нефтяник провел на своем льду первую финальную игру против хоккеистов «Ишстали». О результатах встречи расскажет Эдуард Прокопьев. Вместе с хоккеистами из Ижевска приехала внушительная группа фанатов – около сотни человек. Игроки «Ишстали» отблагодарили своих болельщиков первой заброшенной шайбой, автором которой стал Сергей Купцов. До второго периода счет не изменился. Во втором отрезке игры нефтяник заметно прибавил. Гости в основном оборонялись, а атаки черно-белых оказывались все острее. Как результат – три заброшенные шайбы во втором периоде. В составе черно-белых отличились Даниэль Насыбуллин, Умет Гельманов и Андрей Демидов. В третьем периоде, несмотря на все старания, изменить ход встречи Ижстали не удалось. Нефтяник же забросил четвертую шайбу. Умет Гельманов оформил дубль. Подопечные Решата Гемаева одерживают победу со счетом 4-1. На послематчевой пресс-конференции наставник гостей Ильнас Загитов объяснил такой результат потери концентрации. «Два периода, можно сказать, не могли найти свою игру. Поиграли все и силовую борьбу, и желание во втором, третьем периоде. То есть, нефтяник полностью переиграл нас в два периода». Решат Гемаев же традиционно был немногословен. «Все только начинается. Как говорится, двигаемся дальше. Спасибо болельщикам за такую поддержку. У меня все». Впереди у нефтяника одна домашняя игра и две выездные встречи в Ижевске. Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ Мы напоминаем, что наши передачи и новости доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании. Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук. И участвуйте в конкурсах и розыгрышах. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!